Мало кто знает, что в ночь на 26 сентября 1983 года в командном пункте Серпух в 15, что в 100 километрах от Москвы, был получен сигнал о запуске ядерных ракет с территории США. В ту ночь дежурным командного пункта был подполковник Станислав Петров, и у него было всего 15 минут, чтобы принять важное решение. Сообщить об атаке руководству или же сообщить о ложной тревоге. Я по-прежнему жду подтверждения визуального канала. В этом видео поговорим о том, как советский офицер в самый разгар Холодной войны спас не только Родину, но и весь мир. Товарищ подполковник, визуальные каналы – вспомогательные средства. Компьютер показывает максимальную достоверность ракетного запуска. Мы должны действовать по инструкции. Мы не успеем ответить, ты должен принять решение. Стоит сразу отметить, что благодаря датскому режиссеру Питеру Энтони мы получили художественно-документальный фильм, который так и называется «Человек, который спас мир». Картина вышла в 2014 году и, что еще более ценно, она была и остается единственной картиной, снятой про события 1983 года. А одну из главных ролей исполнил сам Станислав Петров. Так что же случилось в ночь с 25 на 26 сентября? Смена началась как обычно, в 20.00 я пришел на работу. В тот день в моем подчинении было 80 военнослужащих. Мы занимались тем, чем занимаемся обычно. Просто рутина. Хорошо, продолжайте работать. Итак, до утра, ребятки, потихоньку, помаленьку поехали. Однако уже в 00.15 внезапно появилось слово «Старт». Система сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты с территории США. На карте Северной Америки можно было увидеть маленький квадрат возле военной базы на западном побережье. Именно оттуда, согласно данным систем ОККО, летели ракеты в сторону Союза. Петров попытался получить хоть какое-то подтверждение данным компьютера, но все было тщетно. В тот момент он остался один на один с нелегким выбором. Ведь, согласно инструкции, дежурный командного пункта должен был оповестить командира системы предупреждения о ракетном нападении и начальника штаба. Для этого ему надо было выйти в другую комнату и сделать телефонный звонок. После этого, с вероятностью в 99,9%, руководство решит произвести ответный удар. Товарищ полковник, докладывает Петров. Доложите статус. Я выдаю вам ложную информацию. Вы что, заявляете, что это ложная тревога? Так точно. Тревога ложная. Ракеты нет. Вы стопроцентно уверены в своем решении? Да, товарищ полковник, я абсолютно уверен. Ложная тревога. Я понял. Принято. Продолжайте работать. Есть. Не буду пересказывать все до мельчайших подробностей. В конечном итоге система раннего обнаружения зафиксировала пять ракет, которые направлялись к границе Советского Союза. Выдается информация о пяти приближающихся ракетах. Повторяю. Выдается информация о пяти приближающихся ракетах. Проанализировав информацию, Петров действует в нарушении инструкции и решает ждать. И что мы будем делать? Ничего. Я не верю компьютеру. Ждать. Когда ракеты будут видны на радарах второго эшелона ПВО. Время для подтверждения. И стекло. Радары не подтвердили ракетный запуск. Не ошибся. Повторяю. Радары не подтвердили ракетный запуск. Позднее было доказано, что принятая в 1982 году на вооружение система ОККО дала сбой и была несовершенна. А все из-за поспешного монтажа и несовершенства технологий. Но все это будет потом. А пока Петров не знает, как реагировать на похвалу коллег. А затем и вовсе получает неожиданно жесткую реакцию на свои действия. В записях боевого журнала есть пропуски. Почему? Почему? Мне надо было выбирать. Либо вести записи, либо руководить боевым расчетом. Я понимаю, но почему потом не заполнило? Потом это была бы дописка в боевой документ. Это предусмотрено и что? Это уголовное преступление, которое преследуется по закону. Но ты же участвовал в разработке этой системы. Лично? Или нет? После этого на все произошедшее вообще накладывают гриф секретным. Затем, в начале 90-х, с развалом Союза, эта история просочилась сначала в российскую прессу, а потом и в западную. Диапетрови действительно много писали и назвали человеком, который спас мир. Фильм Питера и Энтони лишь отчасти, но все же раскрывает жизнь Станислава Петрова после сентябрьских событий. Насколько я понимаю, режиссер использовал не только документальные кадры его поездки в США, но и отчасти воссоздал те события. В них рассказывается, как в 2006 году, по приглашению ООН, Петров отправляется на вручение специальной награды Международной общественной организации Ассоциации граждан мира. Уважаемые дамы и господа! Девушки и господа! Мне очень приятно и радостно встретиться с вами, такой аудитории. Там он получает крустальную статуэтку с надписью человеку, который предотвратил ядерную войну. Почти забытого в России офицера на Западе встречает как героя, но сам он себя таким не считал и всегда повторял. Я не герой. Просто я оказался в правильное время, в правильном месте. В правильное время, в правильном месте. Именно в США советский офицер становится настоящей суперзвездой. А за время поездки он знакомится с Робертом Де Ниро и Мэттом Дэймоном. Как вас зовут? Мэтт Дэймон. Мэтт? Мэтт. Мэтт Дэймон? Да, именно так. Мэтт Дэймон. Точно. Очень приятно познакомиться. С Эштоном Кучером. Я хотел сказать вам спасибо. Спасибо, что выдумали сердцем. Кевином Костнером. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Кстати, Костнер лично приветствует в собственном трейлере и представляет Петрову съемочный групп. У меня тут особый гость. Мне доводилось играть героев. Знаете, я часто говорю, что мне доводилось играть людей умнее, чем я. Храбрее, чем я. Мы часто играем таких людей, как Станислав, который сейчас стоит перед вами. Затем Петров с переводчицей посещает место запуска ракет. Ух ты! Да. Да, это потрясает воображение. Это серьезно. Красивая ты какая. О, да. Как женщина, в Талию все. При этом, как и говорил, на родине Петров жил очень скромно и незаметно. А когда в 2018 году в российский прокат вышла картина датского режиссера, то совершенно случайно обнаружили, что Станислав Петров скончался. Незадолго до премьеры фильма в России. По мнению экспертов, россияне расплачиваются за дорогой нефть, которая приводит к дефициту на внутреннем рынке. В мировых ценах, которые превышают 40 долларов за баррель, российские нефтяники с немец работать на экспорт. Парадоксально вышла история и судьба человека, который не по своей воле вдруг оказался в нужном месте в нужное время. Его жизнь в очередной раз доказывает, что один маленький случай может изменить не только жизнь человека, ну и историю всего мира. Чтобы полноценно разобраться в деталях этой истории и понять, реально ли была угроза ядерной войны или нет, нужно понимать контекст того времени. В истории противостояния США и СССР было немало кульминационных точек. К примеру, Карибский кризис 1962 года. Наше государство отныне будет рассматривать запуск любой ядерной ракеты, расположенной на Кубе в направлении любого государства западного полушария, как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты, требующие полномасштабных ответных действий в отношении Советского Союза. Или ошибка американского компьютера системы Норд, произошедшая 9 ноября 1979 года в Колорадо. Но под настоящим новый виток обострения начался в начале 80-х годов, когда президентские выборы в США выиграл Рональд Рейган. И одной из задач своего правительства он ставит победить в холодной войне с СССР. «Правда о коммунизме» Документальный фильм Инк Продакшн Ведущий, голос за кадром, Рональд Рейган Добрый день. Обычно в фильмах добро побеждает зло, и все кончается хорошо. Но я не могу обещать вам такого сейчас. По словам Никиты Хрущева, в мире идет яростное противостояние двух идеологий – коммунистической и капиталистической. В этой борьбе не может быть равнодушных. Хотите вы того или нет, история на нашей стороне. Это желание американского президента было сформировано не на пустом месте. В основе его лежали следующие аналитические данные. Первое – это заметное технологическое отставание СССР, иными словами, слабо развитая микроэлектроника. И второе – около третьего бюджета шло на военные расходы. Рейган считал, что Советский Союз можно победить без прямого столкновения, а благодаря выносливости экономик и психологической войне. Если простыми словами, то идея заключалась в том, чтобы заставить СССР тратить больше на вооружение и тем самым обрушить экономику. Если, как говорят коммунисты, война неизбежна, мы будем круглыми идиотами, если не займемся всеми необходимыми политическими, экономическими, военными и психологическими приготовлениями уже сейчас. Кто знает, чем все закончится? Решать вам! Психологические операции США начались в 1981 году. Они включали в себя серию проникновений в Северно-Ледовитый океан и в Баренцево море, а также эпизодические демонстрации сил в Балтийском и Черном морях. Все это должно было продемонстрировать, как легко корабли НАТО могут приблизиться к ключевым советско-морским базам. Несколько раз в неделю американские самолеты летали в направлении советского воздушного пространства, отворачиваясь лишь в последний момент. Эти действия были направлены на проверку плотности радиолокационного поля систем ПВО и демонстрации возможности США по ведению ядерной войны. Их это действительно достало. Они не знали, что все это значит. Эскадрилья летит в направлении советского воздушного пространства, и операторы радаров играют боевую тревогу. А минуту спустя эскадрилья отворачивается и летит домой. Затем весной 1982 года две авиационные группы обогнули Камчатку и вышли в Охотское море, на берегах которого располагались базы советских ракетных подводных лодок. Через год, в марте 1983 года, три авианосца вошли в воды Алиутских островов, где на протяжении трех недель проводили учения. Чуть позже, 4 апреля, шесть штурмовых самолетов в районе Малой Курильской гряды вошли в воздушное пространство СССР на глубину от 2 до 30 километров. Все это, как вы понимаете, сильно влияло на психологическое состояние руководства страны и, конечно же, вело к увеличению военных расходов, так как советское правительство считало, что это все прелюдии и репетиции к большому конфликту. Апогеем тех событий становится сбитый 1 сентября 1983 года гражданский самолет авиакомпании Korean Airlines с советскими ВВС. Приближаюсь к цели. Боеголовки наведены. На борту самолета находились 269 человек. Все они погибли. Дорогие сограждане, весь мир потрясен трагедией, произошедшей с корейским пассажирским лайнером. Из-за атаки Советского Союза погибли 269 невинных мужчин, женщин и детей. Это преступление против человечества никогда не должно быть забыто. К сожалению, советская авиация приняла лайнер за американский самолет-разведчик, который также курсировал в этот день у границ СССР. Таким образом, в ночь на 26 сентября 1983 года обстановка в командном пункте была действительно нервозна. В таких условиях Петров должен был сделать важное решение. А учитывая то, что он пришел на дежурство случайно, это была даже не его смена, а коллег попросил подмениться, то становится понятно, что каждая история состоит из людей, которые оказались в нужное время и в нужном месте. Режиссер Питер Энтони сделал в первую очередь фильм о человеке, с его недостатками и достоинствами. Местами фильм выглядит искусственно и излишне пафосно, но от этого не менее трогательно. Прежде всего, благодаря настоящему Станиславу Евграфовичу Петрову, ворчливому пенсионеру, который не может запомнить имя актера. И по-детски мечтающим встретиться с Кевином Костнером. Он мой любимый актер. Фильм «Человек, который спас мир» это история взаимодействия человека и системы. И о том, как хрупка и скоротечна наша жизнь. В генеральном штабе они уже готовы находятся. Им только нажать кнопочки и все остается. Я отлично понимаю, что никто меня не поправит. Никто не отмажется. Они просто-напросто согласятся со мной. Потому что согласиться гораздо легче. Я несу за всю ответственность. КОНЕЦ